привет друзья вы снова на канале русского сумасшедшего пилота и сегодня очень короткий ролик по тому как правильно и быстро погасить дрон погасить то есть выключить поехали как взлетать с рук и как садиться на руки я уже делал видео также в этом видео я рассказывал о том как добиться плавной съемки на этом квадрокоптере какие-то вещи применимы и для всех остальных дронов и для диджа и для капсанов и фимии поэтому смотрите я думаю каждый найдет что-то полезное в этих вещах в последние дни из-за всяких заморочек болячек и прочего я немножко выпал съемочного процесса поэтому сегодня ролик максимально короткий с максимально полезным я надеюсь полезным для многих наполнением да от всей души хочу поблагодарить наиболее активных подписчиков которые высказали свое мнение по поводу моего небольшого опроса что делать с каналом расширять его делить его там или прочее 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 короче большое спасибо я принял определенные решения и в конечном итоге канал остается таким какой он есть то есть видео выкладывается в том же самом формате будут и дрона зарисовки и путешествия ну и конечно же будет раскрываться летная тема тема дронов и тема парапланиризма но дополнительно ко всему прочему я открыл еще один канал который будет работать вернее уже работает в формате просто влог куда я буду выкладывать материал который был отснят и по каким-то причинам не оказался опубликованным но который мне не хочется потерять и который в конечном итоге поучаствует для создания контента на канал русского сумасшедшего пилота ссылку на этот канал я прикладываю внизу в описании к этому видео поэтому кому интересны наши ходилки бродилки путешествия с минимальным монтажом но с максимальной сутью с максимальным наполнением подписывайтесь на этот канал я буду очень рад видеть вашу обратную связь ну и наслаждайтесь с нами нашими путешествиями ни для кого не секрет что autelio v2 pro достаточно мощный дрон и в некоторых случаях остановить его бывает очень проблематично он может после посадки на руку две три четыре секунды продолжает работать двигателями пытаться вырваться и если вы его не зафиксируете достаточно четко он не останавливает свои двигатели что же делать если нам необходимо максимально быстро погасить его не ожидая эти две три четыре секунды как его остановить у меня уже был инцидент когда я ловил его на ветру и он пытался вырваться очень долго упирался что есть сил и в конечном итоге рубанул мне по пальцам вот полюбуйтесь только что ветром малейка колбаснула аппарат подсунул палец под лопасть при том рубанул достаточно хорошо разрезал пару пальцев это вы уже видели но бывают случаи когда просто необходимо погасить его максимально быстро при этом достаточно безопасно для своих рук в таком случае нам нужно обладать достаточно крепкими уверенными пальцами и лучше одевать тактические перчатки чтобы избежать травм и сцепление с дроном было более эффективным потому что тактические перчатки имеют прорезиненную основу во многих местах тоже нам делать мы вообще я не люблю гасить дрон таким образом потому что мне кажется что это немножко варварский по отношению к нему и явно ему это точно не нравится но когда решают секунды когда каждая секунда на счету это бывает просто необходимо максимально быстро заткнуть его и не ждать пока он пытается погасить свои двигатели сориентироваться там датчиками сел я не сел там и так и сяк опрокинули дрон выключился и это работает практически на всех дронах на майве как диджай на хабсанах тоже точно также можно перевернуть дрон и он автоматически отключает винты еще раз дрон берете таким образом чтобы камера он смотрел вперед и самое главное взять его за корпус максимально прочно чтобы он у вас не вырвался не выпал не выскользнул в тот момент когда вы его переворачиваете чтобы вы не травмировали подвес и лопасти винтов этого замечательного квадрокоптера вот такая простая метода многим может быть это уже известно а для новичков это может оказаться полезным опытом который в некоторых случаях где-то выручит их все солнце села за горизонт на этом я с вами прощаюсь до новых встреч пока а а